всем привет вы на канале модное вязание сегодня хочу показать как связать вот такую красивую объемную кайму край изделия можно использовать как кардиганах также на шарфе например будет красиво вытянить вот так вот лицевая сторона вот это кайма это немножко платочной вязкой провязала что было видно как она будет выглядеть на полотне это лицевая сторона и вот такая изнанка получается давайте приступим для вязания нам понадобится два разных цвета можно кстати и один если вы не хотите вы например чтобы было разноцветная у вас такая кайма берем две нити один цвет и 2 оставляем кончик как обычно вы набираете петли например вот недостаточно в маленькое количество набирать для образца вот такой кусочек оставлю делаем первую воздушную петлю я вот так вот делаю 1 сделали воздушным теперь нам нужно разделить нити по цветам желтый к желтому разделю и молочный к молочному вот так вот разделили да теперь как я набирать буду петли беру вот этот молочный и не у меня первый получается молочный значит желтый беру желтый и перекручиваю за молочный и теперь нужно набрать вот такую воздушную петлю раз набрали снова теперь молочный перекрутили и набрали воздушную петлю и вот так по кругу перекрутили набрали перекрутили и нужное количество нам петель набираем я наберу немного чтоб наглядно показать как это вязать вот набрали наши петли теперь нужно отделить тот цвет которым вы продолжаете вязать у меня например будет молочный и отделяем 2 наши нити 2 не 4 а 2 будем дальше вязать двумя нитями переворачиваем и и первый ряд мы провяжем все петли изнаночными с нам по 4 вот эти захватываем изнаночными провязываем переворачиваем здесь мы ниточки потом соединим обрежем вот в принципе на этом этапе уже да красиво так выглядит можно уже начинать вязать основным узором но если вы хотите еще немножко объем не сделать провяжем еще один ряд специальный и так первую петлю снимаем вторую провязываем лицевой и все последующие как мы будем провязывать берем изнаночной левую спицу и захватываем вот этот накид вот захватили теперь нужно нам вместе лицевой провязать следующей петлей провязываем сильно не затягиваем опять левой спицей захватили накид со следующей петлей провязали лицевой и продолжаем захватили накид и вместе лицевой провязали снова захватили провязали так до конца ряда вяжем последняя петля у нас будет кромочная я провязываю лицевой кромочные вот уже намного объем не стало как мы видим и последний ряд провяжем все петли провяжем лицевыми первую снимаем и дальше лицевыми провязали вот как выглядит красиво получается здесь когда обрежется будет намного но симпатичнее и дальше можно уже вязать нужным нам узором край не будет подкручиваться не нужно обвязывать его потом крючком там разными способами потому что он уже достаточно такой плотный спасибо всем за просмотр и пока пока